Галатопорт это сегодня современное место, это пристань по сути, где швартуются большие, огромные лайнеры. Так, вот Балык и Кмек. Балык и Кмек, да. Балык и Кмек. В общем, Галатопорт это сегодня такое современное место, где собирается молодежь прогрессивная, там очень много арт-объектов интересных. Там огромная набережная, тоже очень красивая, поэтому мы сейчас туда дойдем и вам ее покажем. Да, там собираются молодые люди, местные, турки, вообще люди. Да там всех полно. Там всех полно, да, и покажем, что там интересного и красивого. Мы там будем... Сюда. Здесь, в принципе, на набережной, ну по ценам я не помню, мы здесь, по-моему, никогда не сидели. Ну, здесь можно и покушать, можно... Ну, вот я вижу Хамситова 300 лир. Хамситова, это хамса, пожаренная на сковородке. Да, это традиционная глина. Вот тоже полно... Пошли прогрессивную заставу и вот сразу через вещевой такой рынок с тягами интересными. А давайте ради интереса посмотрим. Вот Найки, но это, судя по всему, какие-то детские Найки, да? Цена 4700... в общем, 4800 лир. 4800, это что получается? Ну, почти 14 тысяч рублей. Это две с половиной. Ну, дизайн интересный, между прочим. Как раз в огород. Илья, Вер, ты не понимаешь ничего? Нет, сильно, сильно. И мы выходим прямо вот на Галатапорт. Конечно, очень, очень тяжело удержаться и не купить там кроссовки. За две с половиной. Но мы это смогли. Вот, смотрите, в общем, Галатапорт, это вот такая набережная. Мы сейчас ее в начале находимся, находимся этой набережной. Смотрите, вон там Ля-Иляхи и Ля-Лах написано. Вы, наверное, не увидите. Это вон там Ая-София находится. Такую иллюминацию я не видел. Это что-то новенькое. Нет, нет, она была. Была? Я не помню. Да. В общем, смотрите, вот Галатапорт начинается. И она вот такая длинная уходит вдаль. Это стоит лайнер. Это его такая тоже фишка. Что здесь останавливаются вот такие большие лайнеры. Соответственно, полный туристов. Да, покажи пол. Все очень стильно сделано. Здесь очень все горит огнями. И когда днем этих огней нет, через эти отверстия можно увидеть воду. В общем, рекомендуем эту набережную для прогулок. Ну, скорее всего, здесь ценник средний, конечно же, выше, чем обычно. Чем средний. Чем средний по Стамбулу. Но я думаю, что это того стоит. Смотрите, как люди красиво сидят. Везде иллюминация. Свечки. Очень все романтично. В общем, все для молодежи сделано. Ну и для нас. Мы так в последнем вагоне молодежи находимся. Но это тоже для нас актуально. Почему в последнем? Ну, все-таки в молодежном погоде. Давай немножко спустимся вот по этому гору спадем. Потом поднимемся опять к лайнеру, да? Да, да, лайнерка. Ну, там, скорее всего, мы не пройдем. Там, наверное, всякие эскази-эффекты. Без билета не пройдешь, думаешь? Ну, я не знаю. Здесь вообще много всяких бутиков, ювелирных украшений. Это такое, знаете, как большой торговый центр со своей набережной. Лакшери. Ну, да. Ну, лакшери, не знаю, но, скажем так, выше среднего. По крайней мере, для обычных людей. Может быть, это и не так дорого для... Ну, здесь можно встретить разного народа. Ну, очень много молодежи. Очень много. Вообще, как говорили местные... Как говорили местные турки, и не только турки, но кто живет в Стамбуле, что здесь очень много молодежи, и они все здесь собираются. Молодежь прогрессивная, потому что здесь много всяких стильных вещей, арт-объектов, выставок. И это место только набирает обороты. Вообще, у кого не спроси, что такое Галатапорт, все дружно ответят, что это хайповое такое место. Ну, хайп, значит, заслуженно. Не просто так же. Вот, смотрите, об этих вниманиях. Какие красивые официанты. Все очень стильно. Там есть цены. Сейчас что-нибудь увидим. Расскажем вам, что по ценам. Лейла, как тебе такой машин? Машин. И в цвете модном. И в моем любимом цвете. Но почему-то там бабулька сфоткалась. Бабулька сфоткалась, да. А за забором идут простые люди, которые не могут себе позволить пройтись по Галатапорту. Это вам все шутят. Сюда может пройти абсолютно любой человек, ну, правильно. Ну, у кого нет ствола с собой. Или ножа. Или ножа. Ну да, я так и думала, что здесь будет огорожено, потому что... Ну, здесь это, кстати, не было огорожено. Это, скорее всего, мера связана с тем, что пришел лайнер огромный. Возможно, это все поднимается, потому что, когда мы здесь были, этого забора не было. Ну да, все-таки надо как-то людям показать на их социальный статус. Да, ну, так неинтересно все сейчас. Ну, там, наверное, что-то будет, что мы увидим лайнер. Так вообще же не серьезно. Может, там будет прозрачная стена. Я надеюсь, вы слышите крик чаек. Да, крик чаек. Да, очень много молодежи. Практически, можно сказать, что 90% молодежи. Кстати, возможно, возможно, что здесь кто-то увидит, в этом видео увидит себя. Пожалуйста, напишите нам. Пожалуйста. Очень интересно, что мы проходили мимо вас. Ну, интересно для вас, не для нас, конечно же. Почему? Ну, вас-то... Ну, их-то мы не знаем. Ну да, будет интересно. А если бы мы знали, что это вы, наш подписчик, то мы, конечно, бы с вами обмялись. В общем, вот так выглядит лайнер. Все-таки забор не убирается. Это, конечно, мне кажется, что это зря. Возможно, мы бы и приобрели на последний день гигиеметик. Ну, такой внушительный, да? Да. Конечно же, там шлюпок, который на всех не хватит. Это мы по Титанику уже знаем. Ну, попробовать можно было бы. Ну, скорее всего, они будут кидать жребия. Скорее всего, там есть... Скорее всего, там есть очень быстрые курсы по плаванию в воде. То есть, пока тонет лайнер, вам показывается на экранах, как можно доплыть до берега. И вот, походишь в инструктаж, ставишь подпись и плывешь. Ну, если вы купите билет в бизнес-классе... То капсула с бизнес-классом отсоединяется и плывет дальше. Продолжается. Так, ну, сейчас попробуем найти какое-то место, на котором написаны цены. Вот я уже вижу какой-то список. Сейчас мы примерно подобьем под индекс мерджимек-шурба. Ну, это байлян. Ничего, зрение отличное. Но цен нету. Просто хвастаются. Нет, цены есть, вот они цены. А, ага. Министрон чурбасы. Но это что-то на очень богато в турецком языке. Кестане чурбасы. Кестане чурбасы. Это каштановый суп. 370 лир. Да, каштановый суп. Ну, вы понимаете, да, то есть здесь мерджимек даже нету. То есть нет. Да, зато есть чья-чья-чья, которая стоит 585 лир. Ну, это официант пританцовывает, выносит, скорее всего. Это капсула. Кстати, здесь есть водка. 750 лир. Короче, спиться на галате, ну, будет очень сложно. Но можно. Если вы много работаете. Кирпи. Кирпи переводится как ежик. Кирпичик. Да. Но, как вы понимаете, посадка полная. Значит, богатые люди все-таки есть в Турции. Народу много. Все красиво сидят. Да, выглядит так красиво. Ну, китайцев сразу в потоке видно. Да, вот сейчас что-то на испанском, по-моему, прошло. Ну, вообще, если честно, с определенным временем уже перестаешь задумываться, что за речь. Потому что, ну, какой смысл тратить на эту энергию, на бессмысленный труд, что называется. Ну, турецкую речь вполне... Ну, там что-то ламповое. Молодежь собралась. Так, вот русская речь прошла. Турецкая речь. Биг чешс. Слушайте, ну... А у нас что-то вроде ужина будет вообще здесь в этом месте. Так, ну, у нас идет расширение пространства. То есть, лайнер закончен. В общем, если придет еще один лайнер, то Галатопорт вы не увидите. Да, скорее всего, здесь поднимается стена. Вот там. Ну, я не знаю, как это работает, но, скорее всего, да. То есть, вот этот пол, он поднимается. На бок. И образуется вот такая вот берлинская стена, которая у нас за спинами осталась. Ну, вообще, есть возможность на лайнер попасть в плавь. То есть, вот здесь прыгаешь и от той стороны... Не, ну, ребят, вообще, до Азии, в принципе, рукой подать. Вон. Поэтому, несерьезно, я считаю, вот эти все ограждения явно не рассчитаны на спортсменов. Мы, как спортсмены, можем точно вам заявить. У нас, кстати, среди друзей и среди подписчиков, скорее всего, есть люди, которые участвовали в заплыве через Босфор. Ну, вообще, честно говоря, у меня чемпионский статус. Заплывайте. Держание на воде. То есть, я дольше всех могу на воде находиться. Без вектора направления. Начинается. Вообще, можно приколоться и на выдуманном языке, попробовать поговорить, чтобы все смотрели и думали, что это за язык такой. Да, никто здесь не обращает ни на кого внимания. Все заняты своим. Делают селфи, делают фотографии совместные. Что-то разговаривать туда-всюда. Так точно. Мне кажется, что если здесь идти даже в какой-то яркой одежде, да, привлекающей внимание, то все равно на тебя никто не... Мне кажется, что здесь даже если ты без одежды будешь идти, ну, не я конкретно, а вообще, ну, то есть вы поняли, мысль уловили, да, то, скорее всего, его тоже не заметят. Ну, меня заметят, это точно. Но без одежды мы здесь никого не вендели, в принципе, все одеты прилично в рамках норм мусульманской страны, в которой мы находимся. Вон там у нас Volkswagen стоит, судя по всему, электрический. Ени Тигуан, опа! Ребятушки, любители Тигуанов, если вы вдруг еще не видели... Слушайте, а он красивый, но в таком цвете я еще не видел. Хм... Ну, конечно, да. Спорное решение насчет этих яркостей. Ну, в принципе, место вроде как неплохо, место вроде как нормально. Ну, снизу, конечно, пластик, все по классике. Вот такая иллюминация, классическая, Тигуановская. Ну, да, места мало. В общем, вроде как кроссовер, но по месту вопросы, конечно, есть. Ну, дизайн такой, немножко прилизали. В принципе, неплохо. Такой прилизанный. Ну, угадываются, угадываются черты Тигуана, в принципе, по большому счету. Но так, цвет необычный. В таком цвете я еще не видел. Так, ну, мы подошли с Old Buy. Там, наверное, за платиновые копейки принимают это заказы. Здесь уже видно по людям, что они не просто так живут свою жизнь. Ну, там вот у людей одни бутылки на столе. Я думаю, что они не за мясом пришли. Они покушали дома, да? Они дома хорошенько поели и пошли все-таки зачекиниться в Old Buy. Опа, смотрите, что здесь происходит. Да, здесь очень красиво. Это такая инсталляция. Это тоже вот очередной арт-объект. Ну, о чем я говорил, что, в принципе, в Галате много таких подобных вещей. Этот арт-объект, я не знаю, что он символизирует. Но вот по бокам словами выложены амор. Я вот вижу амор, это любовь, да? То есть я думаю, что концептуально Истамбул состоит из вот этих вот слов. То есть мы, получается, видим, что в отражении слова Истамбул. И дальше уже идут слова. То есть там и любовь, и все-все-все. В общем, все, что характеризует Истамбул. Причем, если мы сбоку посмотрим, сбоку слова более отчетливо читаются. Вот, допустим, Константинополь. Константин. Константине. Ну, Константинополь. Ну, скорее всего, Константинополь, да. Да. Там что-то, что-то. Ну, то есть вот такая вот интересная штука. Рома. Бизантиум. Ну, Византия, судя по всему. В общем, это, скорее всего, такое историческое, прошлое историческое наследие и современное, настоящее Савон Истамбула. Довольно-таки интересно, красиво. Может, тоже сделаем фотографию? Да, вполне возможно. Вот там у нас остался лайнер вдалеке, как вы видите. Мы все еще находимся на Галатапорте. Я же сказал, что это большая набережная. Вот у нас Гюнайден. Кебаб. Стейкхаус. Так, ну, сейчас, если мы увидим цены, наверное, мы не увидим эти цены. Здесь, в принципе, как бы и сесть особо негде, да? Да, полная пожарка. Сидит много. Вон там вообще какой-то банкет у них происходит, у людей. Или происходил. Да, там накрыты столы. Судя по всему, это какое-то мероприятие. Возможно, даже день рождения. Сейчас мы вам покажем, как здесь проходят катера. Вот так. Возможно, это даже и какое-то такси. Впереди следится излитый мост. Стамбульский. Очень похож на Голден Гейт. Да. В Америке. В Лос-Анджелесе. Я думаю, может быть, мы сядем, посидим. Ты как? Да, я думаю, что мы сядем, посидим. И потом продолжим. Ну, давай сейчас до конца дойдем. Здесь осталось совсем чуть-чуть. И мы на обратном пути пойдем по другой дороге. Вот, смотрите, люди сидят наверху, отдыхают. Кстати, все эти здания с другой стороны, они все либо магазины, либо галереи, либо картины, либо музеи. Ну, вообще, честно говоря, приятно, что полная посадка, что люди сидят, люди отдыхают, радуются жизни. Это очень круто, интересно. Ну, вот, мы дошли до конца Игалта-порта. Заканчивается она вот таким вот маленьким мысом. И здесь должен быть Джами еще виден с этого мыса. Да, да, да. Вот это вот Джами, мечеть. Вот, смотрите, на возвышенности. Обратите внимание, вот тут очень красивая мечеть. Она похожа на Гурцовскую мечеть, которая была разрушена. Общие, ну, что-то общее есть, да. Ну, вот, это конец Галта-порта. Туда мы не будем не идти, там тоже стоят люди, стоят народы, и особо там больше ничего нет. Там делают селфи. Кстати, у нас есть фотография. Мы делали фотографии здесь. Ну, мы здесь уже были, да. Правда, мы были здесь зимой, народу было сильно меньше. Мы были тепло, детки было очень интересно. Кстати, обратите внимание, что детям здесь не делают замечаний, и они занимаются всем, чем угодно. Подходят близко к пирсу для меня, как для мамы. Это очень больно, на это смотреть. Я сегодня просто устала реагировать на это все, и просто стараюсь отвернуться и не обращать внимания. Когда мы были здесь, кстати, с детьми, в какой-то момент у меня не выдержали нервы, и я в повышенном тоне что-то сказала нашей младшей дочке. И на меня сразу зашикали, ну, турки, местные. Вот, потому что у них... Казалось бы, да? Вы что, офигели, что ли? Не принято у них повышать голос на ребенка, хотя я это тоже делаю редко. Вот, и позволяется делать все, что угодно детям. То есть они растут вот в таком свободном режиме. Может быть, их потом позже начинают как-то там, ну... Душить? Душить, воспитывать. Но вот то, что мы видим у детей, это все вот так очень свободно. Вчера мы были... Мы вчера были в метро, и ребенок подошел прямо к краю, прямо к краю, стоял у пропасти, и мама спокойно разговаривала там с мужем, то есть не обращала внимания. Я потом успокоила себя тем, что, возможно... Возможно, она многодетная, и у них это не единственный ребенок? Нет, возможно, она часто с ребенком ездит в метро, и, возможно, уже прочитала ему лекцию, как нужно близко или далеко подходить к краю. Ну что ж, мы идем по галате. Это как раз сторона, состоящая из магазинов. Здесь немножко спокойнее. Сейчас что-нибудь здесь приобретем открытую. Вот скетчерсы, которые мы... Ну, в среднем скетчерсы, которые мы смотрели, вилка 4-6 тысяч. То есть это 12-18 тысяч швилка. 12-18 тысяч рублей, перевожу я, твои слова. Да. Обратите внимание, вот тут вот из кирпичей сделали вот такую вот интересную отделку. Ну да, да, современно. Смотрится интересно, свежо. Вот здесь такая навигация. У нас есть второй этаж. Я вот не помню, чтобы были вот такие вот эскалаторы. В общем, здесь можно посмотреть. В навигации у нас получается бренджикат, это first floor, первый этаж. Здесь, кстати, в Турции и вообще в другом мире нумерация этажей идет со второго этажа. То есть у нас традиционно второй этаж, это второй этаж. А здесь, в Турции и там в Америке где-то еще, первый этаж начинается со второй этажа. Во всем мире. Во всем мире. И то же самое здесь. То есть первый этаж, показано, что идет на... Вот эскалатор идет на первый этаж, а по нашему это второй этаж. Надеюсь, вы не запутались. Все, мы не идем на второй этаж, мы идем по низу. Идем. Будем покупать все здесь. Сейчас мы разделимся, поставим видео на паузу. И как начнем, 300 лир тратить. Где-то вообще кошмар будет, что-то. Я при вкушении. Вот еще один эскалатор, который нас настырно приглашает на второй этаж. Но мы на такие капиталистические штучки не ведемся. Мы на эскалаторах едем по такому метро. Обратите внимание на деревья, которые растут прямо по аллее. Смотрится симпатично. Вообще зелень, она как бы очень придает пространству, живость, какой-то интерес. Поэтому здесь доулки много зелени. Камень и зелень. Мы можем выйти вон там. Здесь вообще по всей длине. Пик Ёлы, подстать силой. Шелкаю путь. Такого марта было. Это шелкаю путь. Что-то в паузу. Так, собака осторожно, может укусить. Укусить или закусить, не знаю. Про этих собак мало что известно. Вот девушка прилегла на диванчик. И нас приглашают тоже. Но в этих штанах только лежать нужно, судя по всему. О, такой прохладный воздух. Современный покупатель. Рюзак спереди, чтобы ничего не стырили. Ну, вообще, турки, они очень суеверные люди. И верят в глаз. Что, в принципе, и слава мне очень... Ну, это больше как такой дизайнерский тренд. Все-таки смотрится красиво, стильно. И вот с этими босоножками, с этими тапочками будет смотреться еще круче. Здесь все очень красиво. Ну, цены вам не будем говорить, потому что приедете и сами посмотрите. Так, что-то еще красиво. Ну, здесь, конечно, обилие духов и ароматов. То, что я не очень люблю. Так, например, в магазины ходим немножко дальше. Вот здесь, а, вот, наверху цветет. Я думаю, что за запах такой? Это жасмин. Это жасмин. Жасмин, как называется. Вот, на втором этаже. Смотрите, это очень сильный, стойкий запах. Он приятный, но его много, понимаете? Его просто много. Да, здесь просто дорого. Это Zara. Это Zara. На натуральном. Судя по красивым людям, здесь очень дорого. Да нет, это доступные цены. Zara. Цены доступны, но проверять мы это, конечно же, не будем. Вот здесь есть обменник. Кстати, здесь курс 31,20. Это хороший, нет, это дешевый курс. Нормальный курс? Нет, 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 там есть лучше. Нужно идти. Вот такие вот пространства. Не знаю, что это такое. В общем, по сути, здесь можно полдня потратить, изучая все это. Потому что это такой огромный такой торговый центр. С разными секторами, с разными этажами, с оручьями, детями. В общем, каждый найдет то, что ему нравится. Хафиз Мустафа. Это сеть турецкая. Не самая дешевая, сразу говорю, но очень хорошая. Вот тут люди ждут посадку. В униженном положении. Здесь очень вкусные сладости. Кстати, на фатихе. Ну, это современный бренд. Хафиз Мустафа. Вообще, первая кофейня, в которую я зашел, это был Хафиз Мустафа. Современный, это 1864 год. Но мы заходить не будем, потому что они все очень похожи друг на друга. Кто был в Турции, тот знает. Кто не был, обязательно приезжайте, смотрите. Обязательно попробуйте. Кошки Руглу, это, скорее всего, какая-то конкурент. Сейчас мы турчанок пропустим, а то я пытаюсь понять, о чем они говорят. Ну, вот, кстати, раз уж мы тут остановились. Турк-чай. Фильтр кофе 65 лир. Цена нормальная. Турецкий чай. Турк-хависы, слушай, 50 лир, даже нормальная цена. А чай немножко дороговато, обычно 20 лир. Покажи, что здесь вообще нет людей. А вот это максимально странно, потому что цены вроде бы норм. Вот так бывает. Вы знаете, на самом деле, это проверенная информация. Где мало людей, там не очень хорошо. А в Кофейс Мастафа, ну... Полная посадка. Полная посадка, и даже люди столярцы, прочего. Но за их бурек я, конечно, бы доплатил денег. Он того стоит. Суть ли бурек? Да. Вот смотрите, как все красиво, без цен. Знаете лайфхак, да? Если не видите цен, бегите из этого заведения, потому что вам, скорее всего, могут... Не, ну, у нас же разного, разного. У нас же денег не ограничено, в принципе. Нет, подписчики у нас разные. Вот, смотрите. Вот мой знаменитый индекс Merjimek Churba. Смотрите. Нет, томаты Churba. Почему? А, доматез, все. Merjimek Churba стоит 125 литров, ребят. Это очень много, 125 литров, потому что мы сегодня видели за 17 литров. Что называется, почувствуйте разницу. В принципе, цены такие, ну, где-то можно покушать на тысячу литров на одному чеку. Если мы сейчас вдвоем здесь сядем, мы где-то полторы тысячи потратим. Даже тысячи? Ну, да. Да, вот это очень красивая мечеть. Смотрите, обратите внимание, что за мечеть. В таком европейском стиле построено. Он нам рассказывал про них. Вдруг. Вдруг и соратник. Да. Али, пожалуйста. По-моему, это европейский архитектор. Здесь очень много таких очень красивых. Включайте. Так, Мадо. Или Мадо. Мадо. Здесь где-то есть Старбакс. Мы, кстати, в Старбаксе здесь не сидели. Да. Не хвастаюсь, конечно. Кофе был. Ну, кофе был, да, посредственно. По-моему, мы его... А, вот Старбакс, кстати. Мы до него чуть не дошли. Да. Здесь очень красиво. Мы можем взять кофе. Где? Тут все занято. Там же сидят, ребят. Не хочется, как бы, портить им. Вот Старбакс. У нас в одном выпуске здесь есть кадры с этого Старбакса. Сейчас мы куда-нибудь сядем. Да, нужно посмотреть, посмотреть эту мечеть. Очень красиво. Вы просто оцените эту красоту. Это очень красиво, ребята. У нас сейчас вся подсвечена. Мы были днем. Это было по-другому. В общем, ну, мы уже выходим из этого места. Как я говорил уже, что это довольно-таки большое пространство. И поэтому, если вы будете в Турции, обязательно посетите Галатов Порт. Это действительно красиво. Это стильно. Вот такие вот арт-объекты. Интересно, да. Поэтому обязательно посещайте, смотрите, вдохновляйтесь. И, конечно же, путешествуйте. Продолжение следует...